А вот за кулисы театра можно заглянуть уже сейчас. В Тюзе решились на смелый эксперимент. Вход на репетицию спектакля «Гамлет» свободный. Наш корреспондент Юлия Боброва пообщалась с актерами и зрителями и узнала, почему репетиция может быть интереснее, чем сама премьера. На первый взгляд, это обычное начало спектакля. Зрители занимают свои места. Только вот эта постановка еще не готова. Люди видят рождение спектакля. Стоп, 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 господа, значит, отмотаем назад. Вот это на самом деле уникальный момент. Зрители видят репетицию спектакля. Это замечание режиссера, общение актеров и смена декораций. Ну а актерам тоже, кстати говоря, они просто видят лица своих зрителей. Обычно их не видно из-за темноты. Это же тоже такая некая фокус-группа. Мы, конечно, показываем там микроскопический какой-то кусочек, но мы же смотрим как бы тоже так с любопытством. Как реагируют, как смотрят, что-то понятно, непонятно. Я иногда это буквально вопрос задаю. Что понятно? Театр – это всегда обоюдное общение зрителей и актера. Спектакль, он возникает не на сцене, он возникает где-то вот здесь, в этом промежутке между первым рядом зрителя и авансценой. На открытую репетицию «Гамлета» пришло почти три десятка человек. Многие впервые заглянули на театральную кухню. Я в первый раз на таком мероприятии, конечно, для меня это чуть-чуть неожиданно. Вроде смотрят спектакль, а это же стоп, то не так, то не так, и давайте обратно. Говорит, для меня все хорошо, все идеально, хотела хлопать и все. Нет, не то ты делаешь. Что будет на премьере, мне просто интересно даже. Впрочем, долго ждать не придется. Премьера «Гамлета» в Омске будет уже через пару недель, 2 декабря. Юлия Боброва и Дмитрий Головко. Новости. Здесь Омск.